Сотрудничество между Казанским федеральным и Русфондом заметно крепнет. Уже традиционно раз в квартал президент Русфонда Лев Амбиндер вновь встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Основной темой встречи стали организационные моменты в создании Приворского регистра Костного мозга, совместного глобального проекта Казанского федерального университета и Русфонда. Регистр Костного мозга станет первой в России лабораторией с самым высоким уровнем типирования, в чем ее необходимость для всей страны, нам удалось узнать лично у президента Русфонда. В России в прошлом году было протипировано самое максимальное за последние 10 лет, самое большое количество – 15 тысяч. Так в одной Казани сейчас создана мощность на 25 тысяч типирований. При этом это первая в России лаборатория, где типируют наиболее современным, то есть на более высоком качественном уровне доноров, называется на высоком разрешении. По мнению Льва Амбиндера, само строительство первого регистра Костного мозга является одним из самых главных событий этого года для России. Не менее важным событием для самого Русфонда является резкое снижение цены на необходимые реагенты для работы регистра и для удобства доставки генетических данных от доноров со всей страны. Чтобы стать донором Костного мозга, не обязательно быть жителем Казани. Теперь донором Костного мозга можно стать и в своем родном городе. Для этого Русфонд подписал договор с компанией «Инвитро». Любой доброволец, который хочет, россиянин, который хочет войти в национальный регистр доноров Костного мозга, который регистр формируется здесь, в Казани, сегодня, да, он может в Магадане, он может, я не знаю, там, в городе Осинники Кемеровской области, да, значит, про который никто не знает, прийти в лабораторию «Инвитро», сдать 4 миллиграмма там крови, значит, подписать анкету, да, и все. И централизованно все пробирки со всей страны будут «Инвитро» на благотворительной основе, то есть бесплатно, будет привозить в Москву, а из Москвы уже мы будем отправлять в Казань. В свою очередь, Казанский федеральный университет обеспечивает национальный регистр Костного мозга научными исследованиями. Сегодня этот национальный регистр состоит полностью из исследований Казанского университета. Почему? У нас сегодня в базе, в стране, 80, ну, почти 5 тысяч доноров. Из них до конца года, ну, то есть из них сегодня 4,5 тысячи – это доноры Приволжского регистра, протипированные на высоком разрешении. На встрече ректор КФУ предложил президенту Русфонда расширить сферу деятельности с узбекскими партнерами. Такая идея пришла Эльшату Гафурову во время деловой поездки в Узбекистан, где им было замечено наличие научных инструментов-секвенаторов. Если эта идея будет там принята, мы просто тремя руками поддержим. Вот у меня, если три руки было бы, я бы поддержал. Потом, вы представляете, я три года шарил по миру для того, чтобы притащить это сюда, и год мы разговариваем с Казанским университетом, причем продуктивно. Но все равно три года прошло, вот она лаборатория появилась. После проведенной встречи президент Русфонда поделился с нами, насколько серьезно намерен использовать все возможности, предоставляемые Казанским федеральным университетом для плодотворной работы первого в России регистра костного мозга. Мне сейчас важно максимально загрузить мощности Казанского университета, вот этой лаборатории. Мы такие деньги вбили, надо, чтобы она работала полностью. Аделя Шамилова Владимир Нелюбину не вернулся. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...